господа это видео по сути не что иное как вторая часть видео 2014 спасибо всем это все то что не влезло в то мои предновогодние обращения и все то что я хотел посвятить и будущему году 2015 прогнозом моим на будущий год и если то видео про 14 год она касалась больше каких-то меня каких-то моих личных переживаний того что лично у меня случилось за тот год и вообще как как я себя чувствовал то 2015 он будет интересен не только мне как человеку который в прошлом году сменил профессию наверное образ жизни и возможны отчасти мировоззрение какие-то свои принципы жизненные то 15 год безусловно будет очень интересен для всех нас и для вас как моих зрителей для меня как не знаю блогера или ведущий в общем кого угодно грядут большие изменения перемены и они может быть не всем замерны но тем не менее хотел с вами поделиться так сказать своими прогнозами может немножко пованговать понимаю что это все довольно глупо будет звучать но тем не менее есть у меня ряд соображений на эту тему как вы понимаете человек который всегда привык все как-то вот подвергать какой-то своей невероятной аналитики хотел спросить у вас насколько я ошибаюсь или может быть нет и вообще что происходит значит 2015 год на мой взгляд прежде всего если мы говорим про youtube то что ближе мне это перемены немножечко в политике продвижения новых каналов и в целом как будет выглядеть вся вот эта вот каша как она будет вариться с тем что уже есть и с теми кто будет пытаться сюда приходить из новичков ведь самое главное что когда сюда пришел я полтора года назад по сути да может может немножко позже там год с хвостиком то я уже опоздал на этот поезд автообзорщиков и понятно что я уже догонял всю эту волну и было тяжело потому что уже был сформировавшийся формат и он был жестко продиктован и нам во многом приходилось его ломать нам приходилось показывать что-то вам не так как вы привыкли это видеть потому что безусловно были первопроходцы в виде того же эрика жоры антона которые сложили уже определенную картинку определенное видение того как должны проходить это здраве от ведущих обзорщиков поэтому то что делали мы поначалу совсем немногим нравилось потому что чуть чуть по другому но вот этого чуть чуть уже не всеми принималось соответственно на сегодняшний день получается так что автообзорщиков стало больше пришли люди которые действительно борются за качество и качество автообзорщиков которые существуют на сегодняшний день оно тоже подросло ведь монтаж пришел и на канал антона и на канал жора уж казалось бы самого старого вера который хронически от него до последнего отказывался но тем не менее мысли эти у него в голове бродили давно и просто было нужно решиться на этот шаг все-таки он это сделал и ну кто бы что ни говорил но все равно стало смотреться живее тем не менее монтаж это такая вещь которая все делает чуть-чуть лучше без него на сегодняшний день уже никуда им прикол в том что когда я приходил на youtube я же вообще не умел ничего мы исходники заливали с флешки с этого самого фотоаппарата сразу на youtube потому что ну просто не было компьютера на котором мы могли все это монтировать и получалось так что это прокатывало были люди которые были готовы эти терпеть которые за этим что-то разглядывали и понимали что возможно скоро все изменится скоро парень подрастет так или иначе возможно это произошло но на сегодняшний день зритель стал гораздо капризнее и понимаете сегодня уже людям сразу подавай звук им сразу подавай картинку им сразу подавай эмоции им сразу подавай ведущего им нужно все уже что-то более-менее зрелое и таким лаптям простым как я которые к сожалению учились на зрители учились на вас слушая вашу реакцию ваши пожелания то что им все-таки надо приходили благодаря вам какому-то формату сегодня это уже просто может не прокатить потому что зрители сразу это все затроллят забанит всем уже нужен какой-то уровень и с нулем уже к сожалению не выйти им меня счастье жаль что куча обзорщиков могу называть долго их имена и даже наши соседи там тест-драйв от каляныча очень много классных людей которые действительно неплохо снимают но к сожалению просто не пробиться это нужно как-то или сразу плотно целиком налегать только на youtube и заниматься только им бросая всю остальную работу и вкладывая немеренные средства или я даже не знаю что еще делать в общем так или иначе простой путь на сегодня уже не прокатывает и в этом плане пятнадцатый год очень символичен он будет наверно завершать ту трансформацию youtube от площадки которая была открыта каждому где каждый с нуля мог добиться каких-то высот в ту площадку которая уже действительно похожа больше на современное телевидение на современный шоу бизнес то где сформировалась некая группа брендов которые стоят уже просто намертво как в гранит вкованы на своих позициях и никак их не двинуть возможно какая-то будет там ротация минимальная она может быть в одну сторону и в другую со временем даже по сути не столь важно но вклиниться в этот костяк уже кому-то еще будет практически нереально потому что вся система ютюба на это нацелена он толкает топ вся остальная шелуха типа нас снизу там она уже барахтается в своей отдельной песочнице и по сути мало кому интересно это будет уже некий такой андеграунд некая тусовка как и на телевизоре по сути ведь все вы понимаете что есть там урт нтв и ртр и их будут смотреть миллионы в любом случае какой бы шрот они не пихали как бы качество их не падало но скажем такие люди как тот же канал пятница безусловно хоть и завоевывает свои определенные позиции но все равно не остается в таком широком доступе как основные лидеры и в этом проблема потому что низ выкладывается я сейчас про телевидение не надо сейчас делать аналогии что я кого-то троллю низ выкладывается и делал действительно качественную картинку а урт снимает просто как позднер с ургантом ездят с кислыми лицами по лондону и почему-то это считается круто хотя на самом деле нет на не могу провести параллели на youtube потому что здесь есть такая вещь как разноформатность и нельзя говорить что не старается а топ плюет нет и топ тоже старается просто у них своя ячейка кто-то снимает для одного зрителя кому важен именно ведущий и важны именно какие-то более словесные баталии а кто-то снимает для другого зрителя кто любит порадовать свой глаз и ухо может быть качественным звуком и картинкой это определенные разные ниши и к сожалению на ютюбе не работают совершенно схемы которые на телевидении но неважно и в этом плане 15 год для ютюба будет немножечко вот таким годом траура когда все ушла от а романтика уже все окончательно встает на те самые продвинутые рельсы и уже работают те самые более-менее понятные все механизмы и ну не знаю мне кажется это не так круто все таки вот раньше был тот дух авантюризма мы еще все продолжали лазить в окна к любимым женщинам и каждый парень из поселка где бы он не находился действительно имел шанс завоевать свою аудиторию жора тому ярчайший пример что касательно остального мира который оказывается не ограничен ютюбом иногда я это тоже понимаю то 15 год безусловно очень интересен потому что непонятно совершенно что будет с экономической ситуацией совершенно непонятно что будет в правительстве дичайше как-то крепчает оппозиция и она завоевывает умы и светлых и не светлых людей вообще всех людей тем не менее кто-то уже вполне звучат возгласы что скоро война а кто-то наоборот что володя всех сейчас поставит и все будет хорошо и мне лично совершенно непонятно как оно будет на самом деле потому что я в этом честно говоря полный лапать и не собираюсь вставать ни на чью позицию сразу мне кажется что не будет ни войны ни где володя никого на самом деле не построит вот такой середнячок постоянный полу беспредел он и будет дальше происходить вопрос в том насколько это все отразится на нас с вами потому что кто-то говорит что тебе параллельно на курс доллара ты получаешь зарплату в долларах но заметьте зарплату в долларах я получаю от гугла который также ценники на рекламу устанавливают долларах и например с января произошло все то что реклама просела в четыре раза то есть как на канале было 50 тысяч просмотров в сутки 50-45 хорошо вот так оно и осталось а ценник на рекламу с тех же 45 долларов упал до 10 и так вот сейчас на них и ползет конечно январь всегда был провальным но не настолько и знаете есть еще такой тревожный момент что и декабрь то не был выигрышным обычно в декабре доходы у ютюберов повышались на 2 а то бывает и на 3 и декабре был настоящим джекпотом когда все на него работали в декабре выкладывали массу видео чтобы срубить больше просмотров аудитории получить больше дохода в этом декабре у всех получилось минус 10 процентов примерно как у меня в том числе то есть заработок с ноября даже упал вот сами считайте хорошо это или плохо и скажем та же зарплата в долларах у меня крякнулся звук он как стоил 700 долларов так и остался стоить 700 долларов только если в июне это было там 20 тысяч или 25 то сейчас это уже 42 вот собственно я его снова купил вот и считайте кому это выгодно зарплата в долларах на самом деле абсолютно никому и вообще все вот это вот обесценивание рубля то есть получается те кто раньше хотел поменять машину в этом году не поменяли машину те кто думал о большом телевизоре в этом году уже подумают я не знаю большом батоне с маслом и так далее все это очень расстраивает особенно скажем тех кто там тех кто был пенсионерами те у кого был вклад в рублях в банке и так далее и однажды они поняли что их вклад в полтора раза обесценился это на самом деле очень неприятно и обычные простые люди все это на нас повлияет негативно потому что жилось то лучше оказывается 14 чем 15 чтобы дальше происходить не снова будет дешеветь в общем крайне тревожные симптомы как и для меня так и для остальных и хотя я никогда не хотел покупать новый автомобиль но сами понимаете подвесочка бывает тоже не вечная диски колодочки а ведь все это зарубежно и если тормозные диски подорожали в полтора раза то я уже начинаю тревожиться по этому поводу потому что мне их скоро менять и скоро менять цепь моторе надо и вообще много чего надо сами понимаете все подлетело и даже если тот же самый мотор от фронтера я раньше убивал как хотел потому что совершенно не переживал его можно было притащить из белоруссии но в сборе там башку с блоком за те же 25 тысяч рублей то сейчас это уже 45 а то и 50 и я понимаю что таких денег у меня нет и мотор то уже убивать вроде как и нельзя а проблема в том что я уже практически убил и вот теперь я думаю что нужно было мне видимо быть как-то дальновиднее и предполагать все эти развития кризисные и не убивать мотор уже тогда и самое главное что это убивает некую стабильность это убивает некое планирование некая уверенность в своих силах все это постепенно уходит и к сожалению не хотелось бы то есть ты вроде как с годами взрослеешь ты привык что все как-то вот налаживается встает на определенные рельсы а оказывается нет правительство подкидывает все новые ферди бобли и ты не всегда совершенно понимаешь как с ними бороться так же как и поездки по европе которые у меня не удались на этот год потому что всегда что-то происходило ломалось и все деньги уходили туда на следующий год вернее на этот на 15 я соответственно все эти поездки также уже отменю благо был давний проект на самом деле эпик проехаться именно по россии от уха до уха ну как от уха до уха от владика до питера наверное я все таки проеду следующем году очень хочется чтобы этот проект осуществился по пути конечно заеду ко всем друзьям по стране может буду попутно организовывать некий тур некие сходки устраивать во всех городах в общем уже много идей но это все нужно рассматривать уже ближе к лету потому что если это осуществлять то лучше конечно по теплу чтобы это было не так экстремально потому что поеду я или один или с кем-то вдвоем и все то есть это будет наверно где-то июль середина самый разгар лета и вот тогда надеюсь все это осуществится все это безусловно будет на ютюбе широко освещено не переживайте то есть на совместить некий познавательный тур по россии с каким-то своим туром вот со своим путешествием и так далее и то и другое в общем все скрестить надеюсь получится ну и вообще пятнадцатый год не знаю то ли у меня сейчас какой-то такой переходных возраст то ли что почему-то мне кажется что в пятнадцатом году должно происходить гораздо больше всяких изменений изломов как истории локальной каждого из нас так и безусловно глобальной в плане страны а может быть и и всего мира не знаю почему раньше не было такого ощущения раньше как-то с новым годом думал что ну вот наступит следующий год там что-то будет посмотрим там будет лето примерно осень а в пятнадцатый как-то уже смотришь с конкретно с ощущением что ты не совсем понимаешь что будет и ведь ты понимаешь что что-то будет знаете как на базаре то есть ты понимаешь у тебя налюбливают а где налюбливают ты не очень понимаешь и тебе становится от этого немножечко так азартно попадешь что вот на совсем большие бабки или нет так же и с пятнадцатым поэтому уж простите меня за эти тревожные нотки но сами понимаете говорю всегда правду если нет у меня какого-то неоправданного оптимизма то безусловно и в вас я его вселять не буду будет то что будет и мы главное будем надеяться что именно нам вот какой-то определенной группе людей в которую входишь наверняка и ты мой зритель и я почему-то повезет и все пойдет по гораздо лучшему сценарию чем ожидают аналитики остается рассчитывать только на это а далее а далее я уже через несколько часов уезжая в город где буду записывать свое новое видео и мы наконец-то приступим к монтажу и будем больше пилить снимем больше тачек и все начинается работа я побежал всем огромной удачи скоро новое видео и пока